Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Площадка для диалога. Все было очень познавательно, очень интересно и самое главное применительно к практике. В городе прошел семинар для диалогической вертикали. Что обсуждали? Непотушенный окурок может привести к трагедии. На побрущении из 9 человек, погибших на пожаре с начала года, в 5 случаях причиной пожара и как следствие гибели стало неосторожное обращение с огнем при курении. В стране продолжается акция МЧС. Что говорят цифры? Стоп-ковид. Работники дорожной службы возобновили санитарную обработку остановок. Как это происходит? А также график выходных, туризм под защитой и неудачный маневр. На перекрестке Пролетарской и Октябрьской столкнулись автобус и маршрутка. Есть ли пострадавшие? Большой диалог в Бавруйске прошел семинар для диалогической вертикали города. На площадке обсудили самые актуальные и горячие темы дня. О том, как это было, наш следующий материал. Современное белорусское общество вовлечено в общенациональный диалог. Он поднимает самые разные вопросы. От устройства жизни в границах города или области до конституционных изменений. Поэтому прямое общение с теми, кто работает в коллективах и транслирует государственную политику важно. Такая мысль прозвучала еще на старте площадки. Да, нам говорят, что часто идеологам на местах не хватает некой фундаментальной основы для их работы. Не хватает глобальной национальной идеи, которая была бы сформулирована учеными, политологами, социологами. На самом деле, после сегодняшнего общения мне показалось, что все у них есть. Им немного не хватает технологичности. Им немного не хватает поддержки нас, журналистов, прессы. Особенно с современной прессой, которая работает в новых медиаусловиях, в новых медиа. Председатель Белорусского союза журналистов подчеркнул, аргументов в пользу государства и белорусской модели, ее динамики и трансформации у идеологов предостаточно. Важно быть в диалоге с людьми и донести само содержание. И это задача номер один. Работа в этом направлении ведется и многое еще предстоит сделать. Сегодняшний семинар – это достаточно такой проработанный вариант работы с нашим идеологическим активом, поскольку он затрагивает важную часть – это работа конкретного специалиста в трудовом коллективе. Поскольку они являются проводниками государственной идеологии, их основная цель – работать с каждым. Индивидуально, массово, значения не имеет. Главное, чтобы та позиция, которая сформировалась в нашем государстве, была донесена правильно и сформировала четкую гражданскую позицию у каждого члена трудового коллектива. Среди приглашенных спикеров люди, которые знают теорию, применяют на практике свои навыки. Беларусь в актуальной геополитической картине мира – современные медиакоммуникации и выстраивание конструктивного диалога. Это только часть вопросов, которые обсуждались на площадке. Именно посредством активного обсуждения формируется общая картина о событиях в стране и мире. Порабатываются перспективы для дальнейшей работы на местах. Было выступление психолога, политиков, аналитиков. И, в принципе, это очень полезная информация, которая, ну, я думаю, что не только как руководителю, а каждому человеку, да, ну, было бы полезно. Приятно и полезно было посетить этот форум, конечно, услышать мнение авторитетных людей в сфере медиа, услышать, какое место занимает Беларусь в геополитической карте мира, дальнейшие, может быть, пути развития ее, какие сегодня точки роста в Республике Беларусь были определены, как будет им развиваться дальше, прогнозные, так сказать, показатели. Все было очень познавательно, очень интересно и, самое главное, применительно к практике. Приятным поводом встречи стало подведение итогов конкурса по результатам работы за 2019-й. Среди крупных предприятий на первой строчке разместился Бобруйска-Громаш, второе место у Фондока, третье досталось красному пищевику. Подобные семинары взяты за основы и будут практиковаться в перспективе. Мария Бересневич, Анастасия Шевцова, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360. Не рассчитал, на перекрестке Октябрьской и Пролетарской столкнулись автобус и маршрутка. ДТП случилось примерно в час дня. Водитель маршрутного такси двигался прямо по Октябрьской и остановился перед Зеброй, чтобы пропустить пешехода. В это время рейсовый автобус совершал маневр. При повороте на Пролетарскую водитель не рассчитал габариты из отдела «Спринтер». Обоим авто причинены незначительные повреждения. Пассажиры не пострадали. Не прожигая жизнь, в Беларуси продолжается акция Министерства по чрезвычайным ситуациям. Движение приурочено к проблеме пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Спасатели напоминают, окурки должны находиться в пепельнице или жестяной банке. Ни в коем случае нельзя бросать их из окон или балконов. Это может привести к трагедии. Также не стоит курить в постели или будучи в нетрезвом состоянии. Основная причина возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем. В городе Бобруйске почти 40% пожаров от общего количества произошли именно по этой причине. Причем третья часть – из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Так, на Бобрущине из девяти человек, погибших на пожаре с начала года, в пяти случаях причиной пожара и как следствие гибели стало неосторожное обращение с огнем при курении. Непотушенная сигарета влетела в копеечку Бобручаном в конце сентября. Тогда в первом дальнем переулке дымился частный дом. Как рассказал сам хозяин, накануне он вместе с сожительницей выпивал и курил. В результате начал тлеть матрас. Его они залили водой и отправили спать в другую комнату. Проснулись хозяева уже в плотной завесе дыма и вызвали МЧС. К счастью, люди не пострадали. Сбор инициатив, продленный маршрут и отдыхать не работать. Правительство приняло решение о переносе выходных в следующем году, когда белорусов ждет длинный уикенд. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. 10 ноября начала работу общественная приемная по сбору поступающих от населения общественно значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов. Все подробности на сайте городского исполнительного комитета. С 10 ноября в тестовом режиме изменяется движение автобуса номер 18Б. При выполнении рейса в 19.35 от улицы Дзержинского будет осуществляться до пункта Приберезинская. А в 20.30 оттуда же автобус отправится до Конечной. Ранее он доезжал только до остановки микрорайон номер 6. Как будем работать в 2021? Правительство накануне приняло решение о переносе выходных. Так, рабочий день с пятницы 8 января переходит на субботу 16-го. Таким же образом, понедельник 10 мая будет выходным. Его отработаем в субботу 15-го. При этом организациям предоставлено право с учетом специфики производства переносить рабочие дни в другом порядке. Правительство поддерживает развитие внутреннего туризма на фоне эпидемии среди стимулирующих мер развития новых маршрутов, улучшения инфраструктуры, налоговой льготы, преференции и гибкая ценовая политика. А в законе о туризме появятся нормы, дополнительные регулирующие споры путешественников и фирм, которые возникли из-за коронавируса. Все это, с одной стороны, обеспечит подушку безопасности для компаний, с другой – гарантию возврата денежных средств людям. Более 350 миллионов рублей направлено на доплаты медикам на фоне коронавируса. Также в правительстве подсчитали, во сколько обходится лечение одного пациента с COVID-19. В среднем по стране в условиях инфекционного стационара стоимость лечения расчет на около 2200 рублей. При пребывании в больнице – 11-12 дней. При этом один кой-кодень в отделении анестезиологии и реанимации стоит около 800 рублей. Стали очевидцем происшествия. Длительность решения на болевшие проблемы есть эксклюзив. Корреспонденты «Побрыск-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В Беларуси выздоровели выписаны 91 646 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии зафиксировано 108 300 человек с положительным тестом на коронавирус. Медики провели 2 720 390 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Инфекция уверенно шагает по планете. Уже сейчас специалисты говорят, вторая волна хуже первой. В Европе весной даже в пиковые дни не фиксировалось столько случаев заражения, как сейчас. В мире заболевших более 51 миллиона. В сутки плюс 670 тысяч. На фоне не самой лучшей эпидситуации страны одна за другой вводят ограничения. Где-то комендантский час, где-то режим ЧС. А в Беларуси тем временем в городах устанавливают обязательный масочный режим. А Минздрав дополнил санитарное требование. Теперь в общественных местах обязательны как средства индивидуальной защиты и социальная дистанция, так и обработка рук антисептиком как для работников, так и для посетителей. Стоп-ковид. На страже здоровья горожан. Дорожная служба. Коммунальщики возобновили санитарную обработку остановочных павильонов и посадочных площадок. Машины со специальным раствором выезжают на городские улицы по вечерам. В дни так называемой влажной уборки понедельник, среда, пятница. В ходе обработка самой дороги, тротуары и остановочные павильоны. Обработка ведется специальным дистанцирующим раствором, который поставляется водоканалом. В среднем на одну остановку уходит до пяти минут. Маршрут у дорожников всегда разный. За ночь дезинфекторы обрабатывают от 70 до 130 точек. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Счастливо!